Здравствуйте! В эфире программа «Республика». Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. Владимир Путин сегодня выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он призвал сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Самое безопасное сейчас – побыть дома, считает президент России. Глава государства объявил с 28 марта нерабочую неделю с сохранением заработной платы. Кроме того, он озвучил беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса. Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести на более позднюю дату, подчеркнул Владимир Путин. А вот что сказал на нашему телеканалу временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Президент страны Владимир Владимирович озвучил достаточно широкий спектр мер по тому, чтобы предотвратить, скажем так, тяжелые последствия от вот этой новой коронавирусной инфекции. И здесь, прежде всего, я бы хотел отметить то, что он поблагодарил тех людей, которые на сегодняшний день самотверженно работают по тому, чтобы не допустить широкое распространение этого коронавируса. Второе. Президент заявил о том, что будут поддержаны все категории населения Российской Федерации. Это, прежде всего, люди незащищенные, социально незащищенные. Это и те люди, которые оказались безработные. Помимо этих краткосрочных мер, объявил еще и о мерах долгосрочных. Снижаются отчисления от заработной платы, которые будут превышать минимальный размер оплаты труда. Вот эта мера, она направлена на то, чтобы как раз решить вопрос повышения доходов граждан. Это повышение ставок по вкладам населения до 13%. Это повышение налоговых ставок в случае, если деньги уводятся в офшорные страны. И вот в комплексе, таким образом, президент страны обозначил серьезный комплекс мер по поддержке как экономики, так и отдельного гражданина Российской Федерации, правительство Чувашской Республики и органы государственной области готовы реализовать все эти озвученные меры в рамках своих полномочий. К этой теме мы еще вернемся в конце выпуска. С сегодняшнего дня в Чебоксарах закрыты муниципальные бассейны и спортивные залы. Соответствующее распоряжение подписали в столичном управлении физкультуры и спорта. Сделано это в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Спортивные учреждения не будут работать до особого распоряжения властей. День здоровья, который планировали провести в предстоящую субботу, не состоится. В Чувашии, как и по всей стране, готовят волонтеров, которые в условиях пандемии будут помогать одиноким пожилым. Люди старше 65 лет относятся к главной группе риска. Им рекомендовано как можно реже выходить из дома. Задача волонтеров – помогать с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. Ольга Пырочкина подробнее. Перед тем, как попасть в эту команду, вы все зарегистрировались на сайте добро.ру. Всем большое спасибо, большое спасибо, что откликнулись. В региональном волонтерском штабе Всероссийского проекта «Мы вместе» готовят тех, кто в условиях пандемии коронавируса решил помогать одиноким пенсионерам и тем, кто находится в вынужденной самоизоляции. Основная задача волонтеров – покупка и доставка продуктов и лекарств. Добровольцев учат нюансам общения с пожилыми людьми и правилам взаимодействия в условиях эпидемии. Как защититься самим и не заразить подопечных. Если антисептик, то делаем, а если пшиками, то 6-8 пшиков. Все микробы скапливаются у нас вот здесь. Важно очень жестко вот здесь пройтись не менее трех раз. Соответственно, то же самое повторяем на другой руке. Отдельная тема – опознавательные знаки волонтеров, по которым жители должны отличить их от возможных мошенников. Мы все будем носить с собой бейджи. Если они хотят проверить, могут позвонить по номеру телефона на бейджи, именно зовут фамилию волонтера, который к ним придет. У нас также будут с собой паспорта, и тогда мы покажем паспорт, что это действительно мы. Заявки от тех, кому требуется помощь, принимают по горячей линии Общероссийского народного фронта. Телефон 8 800 234 11. Их также можно оставить на сайте мывместе2020.рф. После обработки данные будут направлять в региональные волонтерские штабы. Сейчас в Чувашии стать добровольными помощниками решили 42 человека. Большинство из них живет в столице республики. Сейчас мы как раз таки запускаем информационную кампанию с целью привлечь людей из муниципалитетов и привлечь профессиональных юристов и психологов с целью оказания дистанционной юридической и психологической помощи. Для тех, кто решил присоединиться к проекту, подробности на сайте мывместе2020.рф. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Во время каникул школьники могут заниматься любимым делом дистанционно. Чебоксарский дворец детского и юношеского творчества предоставляет такую возможность. Нужные информационные ресурсы и ссылки можно найти на сайте Дворца творчества в специальном разделе. В ближайшее время онлайн занятия начнутся по спортивным и техническим направлениям. Мы постарались проинформировать всех наших обучающихся и родителей. По мере возможности, конечно же, наши обучающиеся подключаются к этим занятиям и достаточно активно присоединяются к этой работе. Первые дистанционные мастер-классы по оригами и бумагопластике уже состоялись. Онлайн занятия проходят в формате видеоконференции через скайп. Итак, смотрите, я покажу сперва крупный цветочек. Мы с вами берем небольшой кусочек пластилина. Вы можете потренироваться, а можете просто посмотреть. Во Дворце не стали отменять даже традиционные мероприятия. Так участники республиканского конкурса «Юмах Тиньджи» читали дома стихи на русском и чувашском языках, а видео прислали в жюри. Шамат-кун, москвич, пола, выстереть вообще, я лап. Итоги конкурса «Семейный альбом», посвященный 75-летию Победы, тоже подвели дистанционно. В нем приняли участие более 200 учеников из 35 столичных школ. Нам очень приятно понимать, что детям действительно интересна эта важная тема. И они с удовольствием участвуют в этих конкурсах и помнят наших предков. Новый формат позволяет учащимся оставаться активными участниками образовательного процесса. Возможно, все зависит от ситуации. Дистанционное обучение продолжится и после весенних каникул. Как будет организовано обучение школьников после окончания весенних каникул? На вопросы родителей и педагогов отвечают по телефонам горячей линии Минпросвещения России и Минобор Чувашии. Их вы видите на экране. Напомним, что с 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения. В Чувашии сейчас разрабатывают пошаговые инструкции для родителей, педагогов и учеников. Сейчас родителям и детям рекомендованы электронные ресурсы, на которых размещены образовательные материалы. Они отобраны Министерством просвещения России. Преподаватели, учителя имеют возможность отобрать в рамках того расписания, которое сейчас формируется на будущую неделю, те темы, которые должны быть освещены ученикам в рамках учебных программ. Ссылки на данные задания, на данные уроки, в том числе и устные, формат видеоуроков, формат задач, он будет в виде ссылок прикреплен в электронном дневнике и отправлен ученикам конкретно в рамках расписания. Каждый ученик в электронном дневнике должен получить не просто ссылки, а конкретный путевой лист по каждому предмету, на какой сайт заходить, какое видео смотреть и где выполнять домашнее задание. Разработку стандарта действий уже начали профильные министерства. При этом его не только пропишут, но и наглядно продемонстрируют. Хотим протестировать и на базе 5-й гимназии показать, сформировать речевые модули, видеоуроки, как рекомендованную все-таки базу, чтобы у учителя в любой районной школе не разбегались тоже глаза при огромном этом перечне, чтобы выбрать то, что больше подходит для нас, и разработать четкий предмет, по каждому алгоритму упрощенных действий и более щадящую систему оценок на этот период. С нашей стороны мы все-таки будем рекомендовать больше изучать уже пройденный материал, и задания должны быть упрощенные для детей, чтобы это действительно не вызывало проблему. Однако особо сложные темы объяснить школьникам учителя смогут и очно. Для этого они смогут собрать один класс в школе, где будут отрабатывать конкретный урок. При этом требования к руководству образовательного учреждения вырастут. Оно обязано провести дезинфицирующие мероприятия до и после занятий. Здесь самое главное сейчас очень важно выдержать вот этот момент, вот этот период, чтобы не допустить распространение болезни и пройти его с минимальными такими рецидивными, скажем, событиями. При этом школы с небольшим количеством учеников или там, где нет технической возможности перехода на дистанционку, продолжат обучение очно. Младшеклассники по заявлению родителей и согласию администрации школ тоже будут продолжать учиться в обычном режиме. Дистанционное обучение вводится в школах России с 23 марта по 12 апреля. Что будет дальше, зависит от эпидемиологической ситуации. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. В этом году в Чувашии очень рано начались весенние полевые работы. Погода диктует свои правила. Подкормка о зимых уже идет в хозяйствах 18 районов. Вся посевная площадь в 2020 году прогнозируется на уровне 548 тысяч гектар, что на 6,5 тысяч больше уровня прошлого. Начало весенних полевых работ. Самые ранние за последние 10 лет. Традиционно в прогнозной структуре посевных площадей более 50% займут зерновые культуры и зернобобовые, 37,5% кормовые культуры, 6,7% технические и 4,7% картофель и овощи. Выполнение прогнозного плана структуры посевных площадей позволит при благоприятных погодных условиях обеспечить выполнение индикаторов госпрограммы. Основа урожая текущего года уже заложена. Осенью посеяно 93,2 тысячи гектар зимых зерновых культур. Их состояние, в отличие от прошлого года, не вызывает серьезных опасений. В Чувашии по-прежнему есть необрабатываемые земли. Специалисты насчитали их порядка 30 тысяч гектаров. В этом году половину из них планируют ввести все вооборот. Сейчас муниципалитетам необходимо в ближайшее время провести оценку этих участков и выставить их на аукцион. Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о переносе общероссийского голосования за поправки в Конституцию из-за пандемии коронавируса. Напомним, оно должно было состояться 22 апреля. Президент России не назвал пока конкретную дату. Все будет зависеть от обстановки. Тем не менее, в Чувашии продолжают набирать наблюдателей на голосование. Об этом говорили сегодня на круглом столе в общественной палате Чувашии. Максимальное удобство, максимальная открытость и, главное, максимальная безопасность. Именно по этим принципам пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. На избирательные участки в республике планируется направить более 7 тысяч общественных наблюдателей. Для этого общественная палата подписала соглашение с 20 некоммерческими организациями. Внушительное количество общественников понадобится для решения сразу нескольких задач. Первостепенной станет обеспечение прозрачности процесса. Если раньше выборы проходили преимущественно процентов на 90 с лишним в один день, сейчас процедура голосования будет растянута во времени. На неделю, даже на 8 дней, потому что в соответствии с порядком будет принято решение о том, что все досрочные стадии голосования будут проводиться в течение 7 дней до дня голосования и, соответственно, сам день голосования. И вот в связи с этим очень сильно возрастает роль общественных наблюдателей. На каждом участке должно быть не менее двух общественных наблюдателей. Стать им может любой представитель НКО, независимо от его статуса и партийной принадлежности. Обязательное условие – соблюдать кодекс этики. Наблюдатели должны будут руководствоваться исключительно Конституцией и законодательством Российской Федерации и должны будут следить за нарушением любых нормативных актов, которые предусматривает проведение этого голосования. Наблюдение носит открытый и гласный характер. Факты и данные, полученные в ходе наблюдения, подлежат оценке в соответствии с действующим законодательством. Предоставляются эти результаты наблюдений в первую очередь общественности и средством массовой информации. Все участники Круглого стола отметили важность конституционных поправок – окончательное решение за россиянами. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня на заседании Кабинета министров говорили о социальной политике. Поддержку получат разные категории граждан. До 8 мая по 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны – лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Как и обещал временно исполняющий обязанности главы республики, средства на это выделены из республиканского бюджета. Эта сумма дополнит федеральные выплаты в 75 тысяч рублей. Проектом закона предусмотрено, что единовременная выплата будет производиться без дополнительного обращения ветеранов войны в органы соцзащиты на основании имеющихся в распоряжении Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии сведений и без истребования дополнительных документов. Социальную поддержку получат семьи, воспитывающие детей-сирот. Исполняющая обязанности министра труда Алена Елизарова представила законопроект, в котором предлагается установить вознаграждение одному из приемных родителей. Опекуну, попечителю, осуществляющему опеку на возмездной основе за воспитание одного-двух детей по размере 3 604 рубля, за воспитание трех и более детей 5 119 рублей. При условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей предлагается установить второму приемному родителю, либо единственному приемному родителю дополнительное вознаграждение в размере 5 119 рублей. В правительстве документ поддержали. Депутаты Госсовета Чувашии рассмотрят его на очередной сессии в апреле. Обсудили на заседании индексацию пособий гражданам, имеющим детей, ежемесячные денежные выплаты труженикам ТЭЛа военных лет, ветеранам труда, реабилитированным и лицам, которые пострадали от политических репрессий. Напомню, увеличить эти выплаты решили впервые за последние три года по инициативе временно исполняющего обязанности главы республики. Выплаты проиндексируют, начиная с 1 января 2020 года. Перерасчет планируют провести к середине апреля. От проекта к делу. Чебоксарцы выбрали 9 площадок для благоустройства. Этим займутся только в 2022 году. Голосование по этой теме периодически проходит на портале «Открытый город». Власти столицы работают на опережение. Масштабные работы пройдут в рамках сразу нескольких федеральных программ. Список для голосования были внесены 37 территорий. Своё мнение по этому поводу высказали почти 600 чебоксарцев. В итоге в каждом районе будут благоустроены по три пространства. Так, жители Калининского района отдали свои голоса за сквер у детского медцентра. Благоустроят также детский парк по улице Ивана Франко и Бауманский лес. В Ленинском районе большинством голосов лидером стала улица Пешеходная. Это лицо города, потому что люди сюда приезжают из разных городов. Самая основная транзитная дорога. И мы хотели его видеть благоустроенным. Мы заявку давали, чтобы благоустроили вот эти территории. Жители нашего микрорайона активно поддерживали. Люди сами заинтересованы были. От подземного перехода к новому автовокзалу на улице Пешеходной появятся новые пешеходные дорожки из брусчатки. Установят скамейки и освещение. Зона будет зелёной. Здесь появятся газоны и цветники. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. В Козловке снова станут швартоваться теплоходы. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чуваши Олега Николаева, сейчас прорабатывается проект по созданию причальной стенки. Туристы, путешествующие по Волге, отмечают красивый местный ландшафт, уникальные достопримечательности. На берегу большой реки сейчас лишь пара одиноких лодок. В былые времена на зелёную стоянку в старинном городе с очень интересной историей. Во время навигации останавливалось до 60 туристических теплоходов. Кроме того, пристань служила причалом для небольших речных трамвайчиков, курсировавших между Козловкой и Марийским-Волжском, расположенным прямо напротив. Предоставлял дебаркадер Чебоксарский речной порт по соглашению с муниципалитетом. Но три года назад местные власти решили отказаться от него, сославшись на нехватку денег в районном бюджете. На обслуживание уходило около трёх миллионов в год. Всё это время козловчане писали жалобы в разные инстанции, пытаясь восстановить пристань. Наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки. Теперь специалисты предлагают вместо плавучей пристани построить стационарное сооружение, так называемую причальную стенку. Это будут разовые вложения, но уже надолго. Город Козловка для меня всегда ассоциируется с Волгой, с теплоходами, которые всю мою сознательную жизнь причаливали к временной пристани, которая раньше тональвилась летом. К сожалению, последние три года у нас этой пристани нет. Было принято решение, что необходимо будет построить в городе Козловку причальную стенку. Провели мы переговоры с проектными организациями, которые могут строить и проектировать такого рода причалы. На проектные работы нам нужно в пределах 5-7 миллионов рублей. И общая стоимость всего проекта обойдётся где-то в пределах 30-40 миллионов рублей. Это будет сооружение длиной 100 метров на 50 метров примерно. Такие большие размеры необходимы для того, чтобы к причалу могли причаливать любые теплоходы, которые сейчас ходят, осуществляют навигацию. По этому же пути хотят пойти и в Мариинском посаде. С появлением причала в городах вновь появятся туристы. Так волжские города получат новое дыхание. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Следующее видео нам прислал мобильный репортер. На одном из водоемов Шумерлинского района появились белые лебеди. Редких птиц в селе Туваны заметил первоклассник Кирилл Сердин. Никто из старожилов не помнит, чтобы лебеди когда-то появлялись в окрестностях. Несмотря на возвращение в Республику холодов, большинство водоемов уже очистились от льда. Так что проблем с пропитанием у птиц возникнуть не должно. И вновь к главной теме выпуска. Олег Николаев провел экстренное совещание правительства республики. Были обсуждены вопросы реализации беспрецедентных мер, озвученных в обращении президента страны Владимира Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. На это из федерального бюджета будут потрачены огромные средства. Главное, подчеркнул в Рио главу Чувашии, в короткие сроки они должны уйти по назначению. Вот что сказали по этому поводу руководители ключевых ведомств. Мы считаем, что меры понятны и очень своевременные, потому что сегодня очень необходима острая господдержка, как потенциальные занятости и малого бизнеса, и семей с детьми, и различные меры соцподдержки. Для нас механизмы понятны. Мы уже приступили совместно с отраслевыми министерствами к соответствующим расчетам. Ну и находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Мы, прежде всего, с Министерством финансов Российской Федерации. Мы полностью готовы своевременно подготовить все документы, дать расчеты, заявки, отработать все эти средства, чтобы они максимально оперативно, в короткие сроки дошли до получателей и оказали нужную и необходимую поддержку жителям республики. Неделя выходных дней, мы полагаем, должна в первую очередь коснуться группу риска, а именно пожилых граждан. Поэтому в данной ситуации мы со своей стороны рекомендуем в первую очередь им предоставить эту неделю выходных. А что касается остальных категорий работающих граждан, здесь ждем рекомендации Минтруда России и рекомендуем также следить за развитием ситуации. В свою очередь, Минтруд Чувашии будет доводить всю оперативную информацию, поступающую с федерального уровня до населения. Таковы главные новости к этому часу. Берегите себя и своих близких.